Стройные ряды специализированной техники выстроились пятничным утром на городской площади. Порядка 35 единиц предоставили для осмотра такие организации, как Таны, Премжилстрой, Жилсервис и служба чистоты и порядка. Последние выставили 27 единиц техники. Со слов руководителя организации, их автопарк постоянно пополняется. Дополнительно еще один МАЗ у нас будет КДМ. Также к нам придут еще два трактора МТЗ. Они уже на заводе Елабуги собраны, уже готовы к транспортировке. Мы уже их ожидаем на днях. Также мы берем погрузчик-эксперватор один. Он придет у нас в первом квартале зимы в январе. Ждем мы его. Так, в принципе, у нас полный штат техники получается. По словам начальника отдела жизнеобеспечения и благоустройства городской администрации, предстоящей зимой на уборке улиц, дворовых территорий, тротуаров и общественных территорий будет задействовано порядка 100 единиц техники. Но и это не все. Для уборки пешеходных переходов в ручном режиме, автобусных остановок будет задействовано порядка 75 дорожных рабочих. Для уборки снега в дворовых территориях будет задействовано более 140 дворников. Для очистки кровель, крыш, козырьков, входных групп будут задействованы автогидроподъемники. Ну и, естественно, подготовлены специальные рабочие. Для подсыпки дорог, тротуаров будет использовано порядка 3000 тонн песко-соляной смеси. Я думаю, службы все готовы. Будем прилагать все усилия для того, чтобы дороги наши и тротуары были безопасными. Помогать делать наш город чище совсем недавно прибыли 4 новеньких МАЗа. Вручение ключей от транспортных средств состоялось в торжественной обстановке в Уфе накануне Дня Республики. Радий Фаридович, глава Республики Уршесан, передал нам в этом году всего 8 единиц техники для усиления нашего городского автопарка, нашей службы чистоты и порядки. Спасибо большое Республике за такую поддержку. Ежегодно она оказывается. Мы своими силами муниципальными тоже закупили уже 4 единицы за последние 3 года единицы техники. И вот еще нам Республика вот так вот хорошо помогает. Новая техника, она большая, объемная, которая безусловно будет помогать чистить наш город, помогать управляющим компаниям, предприятиям, организациям наводить порядок в зимний период. Со слов руководителя службы чистоты и порядка Руслана Шейхметова, именно МАЗы очень хорошо показывают себя в работе. В 2022 году за счет городского бюджета организация приобрела один МАЗ, который отлично себя зарекомендовал. Единственная проблема, которую сейчас озвучивает руководитель – нехватка кадров. В связи с увеличением техники в этом году у нас 8 единиц техники добавляется. Вся техника будет работать в двухсменном режиме. Приглашаю водителей, трактористов, машинистов к нам на работу. Хорошую команду, с хорошей зарплатой, хороший коллектив на новую технику. Смотрев все 35 единиц специализированной техники, выставленной на площади, глава города Эльдар Валитов отметил, что подготовка к зимнему периоду на территории городского округа завершена на 99%.